Упроизведение к Эрику из Тудроц. Он вчера на стриме в адрес меня употребил слово кринж. Эрик, ты сидишь на своём кресле и обсуждаешь меня, а я делаю контент здесь, в Амкале. У меня всё, всем пока. Эй, Тудроцы, как ваши дела? Как ваши дела? Настя, можно я ролик запишу? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Там ролик специальный, Настя. Ролик спонтанный немножко, но специальный. В общем, смотрел я все серии «Хочу в Амкал». Три, четыре. Я тоже смотрела. Ну вот, почитал комментарии и заметил, что слово кринж употреблялось в отношении даже не Багдасара, с кем я делал предыдущее интервью, а другого персонажа. Очень много молодых людей писали, что, ну вот, когда он выступает перед камерой, их охватывает какой-то там испанский стыд, потому что, наверное, он не какой-то там симпатяшка, который открывает рот под те или иные песни. А я же, ну, может, это от меня зависит, испытывал, наоборот, какие-то другие чувства более теплые, потому что видно было, что этот парень пытается там немножко вылезти из штанов, но все это было делано так по-милому, по-доброму, и достаточно забавно, что у меня он вызывал положительные эмоции, и мы с ним созвонились, поговорили, и, в принципе, в своих ожиданиях я не был обманут, это Володя Мармелад. Я просто хотел узнать, откуда он, потому что вот человеку одного голоса не хватило, чтобы победить уже достаточно известных Млечного и Фила Воронина. Вот, и мне было интересно поговорить о его жизни, оказалось много интересного, то есть, представьте, парень, особо нет денег, живет в Перми, после техникума, армия, после армейки, работы нет, делать нечего, идет работать в похоронное бюро, возит трупы, потом пытается устроиться на завод, его туда не берут, потому что он тугоухий на одно ухо, потом слесарь, и как-то так вот все получается, что чувак просто реально любит очень футбол, чуть не попадает в Малкал, его голоса не хватает. И я думал, что он сейчас тоже будет критиковать кого-то, но там не тот формат критики. Ну, в общем, тут послушайте эту историю, это Володя Мармелад, мы с ним пообщались о его жизни, и шоу «Хочу вам кал». Как он все это тоже разоблачил. Ну что, Володя, рассказывай, что там печального произошло, «Хочу вам кал». Что, ты недоволен тем, что взяли уже людей, которые сто лет в деле? Всем привет, я Володя Мармелад. Проект «Хочу вам кал», да? Как Герман и Вася Маврин это много раз преподносили, что они ждут новые лица в футбольном ютубе, ждут что-то новое, ну, людей, которые будут двигать медийную движуху. И получается, в итоге, в финале, ну, оказываются и те, и другие, как бы и медийные люди, которые уже давно варятся в футболе, и новые лица. И побеждают те самые, кто уже неоднократно играли и на МКС, и, в принципе, знакомы с Германом. То есть, они уже окунулись в эту медийную движуху футбольную. Получается, вот так. А люди типа меня, которые только врываются в этот футбол, остаются за бортом. Да, друзья, чтобы не прерывать больше Володиаса. Как бы у него за спиной стоит вот этот юмор, получается. Ну, он юморист, и его уже воспринимают как юмориста. То есть, чтобы он там что-то вау делал, такого, я считаю, что не было. То есть, он говорит, а это уже смешно, потому что он юморист, условно. Чтобы он там прям вот на голову выше был остальных, он себя так не преподнес. Как будто бы не очень не старался. Ну, его имя, которое он уже себе до этого создал, мне кажется, сыграло большую роль. Здесь отрыв был не такой большой. Тим Воронин. По ощущениям, когда заходил в раздевалку после этого дня съемочного, я был уверен, что я в топ-3, ну типа там безоговорочно. Потому что если бы вот ты посмотришь условно на материал со съемок, без монтажа, без всего, просто на материал, я не знаю, как это смонтируют, то мне кажется, 60% там я мелькаю везде. Я очень был активен, давал эмоции. И поэтому я был, когда заходил в раздевалку, был уверен, что я в топ-3. Но, к сожалению, все, контракта только два оказалось, а не три. Были сомнения в том, что все честно, и что Фил и Млечный заранее были уже победителями? Смотри, я слышал такую, слышал такую теорию, что до финала, ну типа, они уже, было уже известно, как бы, что финалисты, из финалистов кто выиграет, как бы. Ну, я искренне, я искренне уверен, что все-таки все было по-честному. Мне кажется, не знаю, не должно такого быть, по крайней мере. Что тебе сказали Герман, Сип и Блад? Я лично, не знаю, как другие, кто не прошел, я лично очень был в тот момент раздавлен, у меня просто, ну, отключился, произошли, все руку пожали, как бы, не расстраиваюсь, там все-таки. Ну, Блад, это, там, похлопал. Ну, по мне, по лицу, мне кажется, было понятно все. Я вообще, в принципе, этот обор очень эмоционально перенес. После первых два дня, это вообще-то, ну, для меня очень трэш-шоу были, именно эмоционально внутри меня. А что именно было трэш-шоу? Ну, чтоб ты понимал, что я утром вставал, и я настолько, видать, в эмоциональном состоянии был, что я просто влюбал. Слушай, объясни, а чего вы все боялись? Знаешь, вот я тебе объясню, когда ты смотришь со стороны на всех этих, и приходишь, и вот, знаешь, как это в рекламе МДМС, типа, вы настоящие, ну, ты, вот даже от того, что увидел, ты уже в шоке. Просто я никогда раньше... Ладно бы, я жил в Москве, там, постоянно. Ну, бы, знал, как, например, тоже, условно, ладно, Бухар, Багдасар, то есть они уже тоже в этой теме, ну, бывали, как бы, всех знают. Им, наверное, думаю, полегче было, и я уверен, они тоже все переживали. Но вот когда ты в этом не варишься, приходишь, все для тебя впервой. Когда прямой эфир, допустим, был, я увидел эту комнату с оборудованием. Ну, это вау просто. И вот такие какие-то моменты, они очень сильно вызывают эмоции и волнение. Я к этому шел всю жизнь. То есть для тебя попасть в МКАО, это было чем-то, типа, таким важным жизненным этапом, да, я так понимаю? Да, слушай, это мечта, да. Возможно, тебе переехать там в Москву или еще что-то? Или тебе, в принципе, комфортно и в Перми, и нормально вообще? Ну, очень хороший вопрос. Да, МКАО это мечта. В принципе, я работаю следствием в пятидневку. Круче гайки хожу. Чуваки, я знаю, в среднем этот видос посмотрят 10 минут, поэтому не вырубайте сейчас. Дайте Мармеладу своей жизни рассказать чуть-чуть. Послушайте его. Ну, и на канал вы подпишитесь. Сейчас он вот прям вот путь как с техникум попер дальше. Трупов возил. Отключился я в техникуме. Учился на электрика. Три года, десять месяцев. Отучился. Соответственно, все, уже надо ехать в армию. Сам пошел в первые дни, там, первыми днями уехал в армию. То есть это, я понимал, что это надо, то есть не косил, ничего, все, сразу пошел. Попал на Дальний Восток, в Уссурийск. Моцарьков войска там были. Ну, служба прошла, не сказать, что прям что-то вау там было или скучно. В принципе, служба у меня заключалась в том, что я сутки через сутки ходил в наряд. Наряд я ходил охранять склады, где пайки там и все остальное. Такой, как типа патруль был. Мы ходили там втроем. И то есть стояли весь день на калитке, а потом по очереди спали ночью. То есть можно было не служить, в принципе, ничему особенному не научили. Да, конечно, такого, что я что-то приобрел там, конечно, нет, такого нет. Все, и ты приехал, пошел работать слесарем. Нет, не так, все было еще. Пришел, я приехал, получается, долго не мог найти работу. В этот момент устраивался на кировский, у нас завод есть кировский, оборонное предприятие. По специальности, по специальности, на электрика. Там долго устраиваться, и получается, я полгода где-то работал в похоронке еще. Там, это мы как сопровождение были. То есть приезжаем в морг, забираем тело. Можно, да, такое говорить тут? Ну, типа, приезжаем в морг, забираем тело. То есть в церковь, допустим, везем после церкви на кладбище, доносим там до могилы, и там уже копочки они спускают. И в таком я год где-то работал. Ты год работал в похоронке и возил трупов? Ну да, да, где-то так. Первые разы немножко так некомфортно, потом уже абстрагируешься. И знаешь, в том, там, не надо вникать было, что в проблемы людей. Получается, если ты через тебя начнешь пропускать, все, тебе конец как бы. И так после года я почувствовал эмоциональное опустушение. Самое страшное, это когда ты несешь его, знаешь, чтобы не упасть. Ну, слава богу, со мной такого не было. Ни разу не падали. То есть когда ты представляешь, гроб несешь, сзади с тобой толпа родственников, если ты упадешь и уронишь его, то это вообще крах. Это ужасно было. И я вот начал говорить то, что через тебя не пропускаешь и ты порой тебе даже, ну, как бы в каких-то моментах ты уже не смеешься, ну, с компанией стоишь и как бы все равно подшучиваешь, чтобы не вникать в это и как бы уже больше через меня пропускаешь. Ну, ты не смеешься над этим, что происходит, конечно же. Ну, а зарабатывал много там в похоронке? Нет, нет. А зачем тогда работал, если зарабатывал мало? Я хотел устроиться на завод, получается. И я в этот момент не только там работал. То есть я, например, еще ландшафтом занимался. Там у друга компания у дяди была. И мы ездили по частным секторам, грубо говоря, по богачам. И там травку там ровняли, знаешь, там выщипывали, клумбы там делали. Ну, вот и ландшафтный дизайн. То есть, короче, я пытался заработать, как можешь, утром трупы, а вечером травка? Ну, типа такого. Или день через день как-то, вот, условно так. Ну, это такой не очень кайфовый для меня промежуток жизни был. И, получается, я устраивался на завод. На заводе все прохожу, медкомиссию мне говорят, что я не смогут работать на вредности. То есть не прохожу комиссию. У меня тогда, наверное, это первый-единственный раз в жизни, когда была какая-то, ну, депрессия. А почему тебя не взяли? Как объяснили? Ну, у меня на вредность я не проходил по здоровью. А что, что-то? Я могу объяснить, но у меня немножко, ну, ладно, немножко у меня комплекс немножко, но я объясню, ладно. Я тут открываюсь все-таки людям. Получается, у меня проблема с детства с ушами. То есть у меня наука тугоухость. И вот это, знаешь, пикалка, вот это канушник одеваешь, и там писк идет, и ты должен отреагировать на него. Проходил какой-то такое? Ну, типа, да. Ну, представляешь, в общем, представляешь. Вот. И у меня, получается, там диаграмма, она не подходит под завод. Потому что там шум, как бы, и я на это, на вредность, получается, не могу, не проходил. Вот. Я в тот момент очень расстроился. Вот в депрессии случилось в том, что я думал, что дальше делать. Даже на какой-то, на какой-то залот не могу устроиться, как мне быть, как вообще жить дальше. Что сделал, когда депрессия была? Бухал или нет? Нет. Нет? Ну, я, ну, я, не, не было такого, что бухал, нет. Что делал, в себя ушел и жестко вообще справлялся с этим. Ну, потом появилась возможность вот устроиться как раз «Газпром». Получается, «Газпром», сразу объясню, у нас «Газпром» это одно название. Деньги получают только начальники, мысли, соля, там, условно, знаешь, средняя зарплата 30 тысяч. Ну, так, грубо говоря, бывает больше, бывает меньше. Мы на сделке работаем. И получается, тут слово «Газпром» это только слово для нас, для сельсарей. И получается, устроился туда, там, ну, то есть я у меня без образования, как ты понял, то есть там курсы месячные прошел, и все, я, как бы, с корочкой слесарь. И вот уже три года, три года там работаю, а где-то, наверное, года полтора назад я начал снимать тикток. И параллельно, помимо тиктока, я еще попал, как раз вспомнил, что я тебе про турнир рассказывал недавно, про 7 на 7, где нельзя больше футбол играть. Я попал в организаторскую движуху, получается, я вел группу, и в какой-то момент я начал снимать еще видео-влоги, как красава делает это. Ну, то есть это на определенную тематику, то есть это интересно смотреть тем, кто играет только на этом турнире. То есть я, условно, приходил на поле, у нас первый визион я освещал, и сейчас освещаю. С камерой у меня есть экшн-камера, там, соню, и микрофон, как бы, все цеплял на штатив, приходил, снимал, потом все монтировал и выкладывал. Вот этим занимался, и снимал, как бы, тикток, и работал в пяти дневках. И до сих пор этим, как бы, занимаюсь. И поэтому, почему, с чего мы начинали, что, когда я ехал в Москву, для меня это был шанс. То есть, если бы, иноксловно, я бы победил в этом проекте, то я бы приезжал, писал заявление на увольнение и гнал бы в Москву. Ну, если бы я не занимался сторонними движухами, я не знаю, как я бы жил. Я, помимо этого, еще сам у себя здесь, в районе, организовываю с другом турниры 5 на 5 только. То есть, это летом, весна, осень, то есть зимой мы не проводим. И, то есть, вот эти дополнительные какие-то движухи, тикток мне не приносит заработка, напомню, мне, они помогают, как бы, жить. И еще, в принципе, почему я хотел в Москву? У меня есть семья, я хотел чего-то большего, как бы, чтобы гнать. И там, я понимал, что я еду, когда я не буду с тобой. Ты имеешь в виду семья, у тебя жена и дети? Ребенок, да, 7 месяцев. И жена, да. То есть, жена это поддерживает, то есть, она меня отпустила в Москву, и отпустила бы. Тогда, то есть, поддерживает, она у меня большой молодец. И сын платал на меня 7 месяцев ему. И, как бы, это дополнительно мотивировало. И, если я, когда, если бы я ехал в Москву, я понимал, что я сразу не буду зарабатывать, я бы дарил контент, дарил бы контент Амкау, и за счет этого, мне кажется, приходила бы аудитория, и я бы стал бы полноценным блогером, и зарабатывал бы с любимого дела. Думаю, вот так вот. Ну, на первом месте деньги точно не стояли, когда я шел даже на отбор. То есть, кандидат от народа в итоге проиграл, получается, да? Выбрали тех пацанов, которые уже были в других командах. Как пишут в комментариях, да, суперсус. Ну, мне понравилось, мне подписчик написал, он не суперсус, он супермармелад. А почему, кстати, мармелад? Я тогда прослушал, потому что я не помню, в интервью ты говорил, может, нет. Почему именно мармелад? Нет такого. У меня было, когда я стал снимать про футболь, у меня было написано в шапке ТикТока Вова Тика. Это просто тоже кто-то из друзей сказал, я придумал. Но когда я понял, что мне нужно сконцентрироваться на что-то, я выбирал слово. Ну, чтобы что-то ассоциировалось с чем-то, потому что, ну, Тика, что это, что-то непонятное. А у меня был твиттер, и там я был записан когда-то давно, Володя Мармелад. И я думаю, вон, надо возвращать, короче. А мне иногда пацаны еще подскалывают, вот там, ну, Володя Мармелад. И я, получается, думаю, надо возвращать. То есть, только слово такое, как бы, яркое, надо вернуть его, и поменял, как бы, название везде. И стал Володя Мармеладом. Слушай, а вот кого, если бы ты был сейчас судьей, вот, допустим, тебя взяли в Амкал, кого бы ты еще двоих взял? Слушай, вершись судьбы, это очень тяжело. Ну, давай немножко помантазируем. Бухар, допустим. Бухар яркий, и был, в принципе, у него сама внешность яркая, он такой красавчик. И, в принципе, на камеру он неплохо работал. Если честно, для меня фаворит именно он был. Ну, я почему-то думал, что он первый будет. А кроме Бухара? Все, да? То есть, ты и Бухар, грубо говоря. Нет, я сказал, двух еще. Еще можно добавить? Или именно... Не, можешь еще. Ну, будь. Еще, еще. И еще возьмем, давай, тоже, как бы, непопулярных. Мне очень в последний день понравился Кирилл Петрушин. Это центральный защитник. Чем понравился, я объясню. После тренировки мы с ним разговаривали. Я ему говорю, тебе, ну, центральный защитник нужен, типа, онкал, тебе нужно как-то получше на камеру поработать в последний день на финале, чтобы лучше запомниться. Он тоже, как бы, это понимал. И в последний день он и челлендж хорошо подал. И, в принципе, старался работать, постоянно вкидывал что-то тоже. И вот именно его старание. Видно было, что он немножко не в своей тарелке, то есть перед камерой, при работе на камеру. Но он очень старался. И я считаю, что он еще очень хорошо проявил себя в последнем день. И что у тебя дальше? Отбор вовкоденье? Ну, не то что... Смотри, я после того, как все закончилось, у меня много кто спрашивал. Андрюха Шмидт, еще пацаны спрашивали, что, типа, это все? Ну, как бы, ты едешь домой, и все, это конец для медиа. Ну, в твоем присутствии, тебя в медиа-футболе. Я тогда на тот момент говорил, да, то, что он калал, это мечта, все, мне больше ничего не нужно. Приехал домой, подумав, я подумал, что все-таки я бы рассмотрел какие-то предложения. Ну, во-первых, их не было еще никаких. Это, знаешь, как параллель провести. Допустим, все футболисты, ну, русские, условно, да, наши молодые, кто на ютубе, они мечтают играть в Европе. Но при этом они же не перестают играть в России. То есть они играют в России, и появляется шанс, они осуществляют мечту и едут в Европу. Тут я произвел параллель в том самом, что я мечтаю быть в МКЛ, но это реально серьезно, это как бы мечта. Но я бы попробовал у себя и в других, в другой, возможно, команде, если какое-то бы превышение было, и очень хотелось бы на МКС играть. Только тут проблема в том, что как это совмещать. Ну, то есть в случае с МКЛ я бы сразу все бросил, а в другом проекте нужно смотреть уже по возможностям. Ну, я бы рассмотрел варианты, допустим, раз в две недели, там, на несколько дней прилетать, то есть это не было бы для меня проблемой в Москву. Я бы прилетал, потому что я очень горю этим, то есть мотивации у меня очень много. Ну, это же практически значительная часть твоей зарплаты два раза в неделю прилетать. Ой, не два раза в неделю, а пару-тройку раз в месяц. Ну, я считаю, это тридцатку просто отдашь за все перелеты. Видишь, я же еще сторонний, то есть, например, я вот видео делаю, тоже за это платят, ведь. А-а. То есть есть сторонний доход, поэтому как бы есть возможность. Ну, все-таки, если прям что-то загнусь, то там поддержит семья. Что тебя разочаровало в проекте? Ну, помимо того, что тебя не выбрали. И после того, как ты столкнулся с Амкалом. Да слушай, проект был офигенный. Все было круто. Мы круто провели время. За организацию вообще огромное спасибо. За трансляцию. Это столько эмоций я получил. Ну, реально, я никогда этого не видел. А если бы еще болельщики были, у меня все бы, наверное, голос несло. Когда-то я реально вот эту комнату проходил с оборудованием, я думал, где я вообще, это со мной происходит. И получается много, очень много положительных эмоций. Возможно, по последнему дню он самый был такой, это, напряженный и немножко скучноватый. Когда вот эти челленджи подавались, если находиться там, то было немножко натянуто. Ну, то есть, все... Как это объясняется? Это все в разделалке говорили, что после матча у всех было национальное опустошение. И, то есть, уже какие-то эмоции дать на финал было тяжеловато. Тяжеловато. Ну, ясно. Ладно, что, посмотрим, что там дальше с тобой будет. ФК, деньги. Может быть, Герман вообще что-нибудь придумает или напишет. Ну, кстати, мы с ним списывались. Мы с ним списывались. Он, как бы, говорит, с Лебушемской, там, за ней пиши. То есть, вроде как открыт к общению. И, то есть, я ему написал, то есть, какие-то движухи будут, не связаны только с Анкалом, то, как бы, за ней я готов буду приехать. Понятно. Ну, молодец, ладно. Давай. Семье привет. Ребенку тоже. Давай. Спасибо большое, Дима, что дал возможность выговориться. Надеюсь, там, видео будет стать неплохо.